Глава 11. Неуязвимая тень или стиль Леонардо Чаккио. Исследуя философию Юга Италии, я соприкоснулся с поистине удивительным мифом, который бережно хранят и чтят жители этого региона, передавая их в разных интерпретациях и вариантах. Уникальность этой легенды в том, что она содержит механизм, который имеет так называемую тиражирующуюся функцию, обеспечивающую качественное донесение информации из века в век. Мы можем проследить в истории схожие легенды и у других народов. Миф о трех рыцарях-тамплиерах Оссо, Матросо и Карканьосо кому-то может показаться интересным рассказом и не более того. Просто выдумка. Но на самом деле это реальная живая легенда, и у этих рыцарей есть совершенно реальные прототипы, существовавшие в истории. Речь идет о маэстро фехтовании Леонардо Чаккио, Франческо Вилардитто и Антонио Маттеи. Каждый из них стал искусным мастером владения клинком одной из древнейших воинских систем неаполитанского стиля испанского фехтования. В ходе проведенного мной совместно с коллегами по науке исследования и анализа всех древних трактатах по фехтованию мне удалось реставрировать систему. И на практике был проверен вывод о том, что неаполитанский стиль фехтования состоит из трех линий в силу трех испанских технологий, заложенных в систему, в основе которых лежат разные фундаментальные концепции. Поговорим о каждой из них. Первая линия. Полиэрмитанская атакующая система. Родоначальник Пьетро Вилардита. Сын Франческо Вилардита. Создана как атакующая система и предназначалась для армии. Ведь кто атакует, тот побеждает, а кому как ни армии необходимо было побеждать любыми способами. Затем атакующая система после войны возвращается в очищенном виде, так как после применения аккумулируются только самые эффективные проверенные элементы. Вторая линия. Построена на обмане. Родоначальник Джакомо Лакуова. Продолжатели этой линии Антонио Матей, Николо Таракузо и Вентура. Система предназначалась для разведки, поскольку именно ей при осуществлении своей деятельности необходимо было обманывать противника для решения своих разведывательно-диверсионных задач. Третья линия. Контратакующая система. Родоначальник Леонардо Чаккио. Известна как система контрразведки короля Карла Пятого, свойственная ордену францисканцев. Такие личности, как Велардита, словно из кирпичей, состоят из поступков, такие как Матей из побед, а такие как Чаккио сотканы из событий. Каждой из линий мы посвящаем отдельную главу в данной книге. Наше плановое погружение в неаполитанский стиль предлагаю начать с контратакующей системы и поговорить о том, как создавал свою систему маэстро Леонардо Чаккио. Жизнь Леонардо Чаккио схожа с жизнью Пьетро Велардита. Следует отметить, что Франческо Велардита и Леонардо дружили многие годы, при этом их системы фехтования никак не пересекаются. Анализируя стиль Велардита, можно заметить, что его методы больше подходят для военных. Однако Чаккио представляет собой совершенно иную категорию – пират. Его стиль фехтования скорее криминальный, чем военный. Каков особенный характер стиля Леонардо Чаккио? В нем совмещается фехтование монахов Ордена Францисканцев с рыцарским стилем, практикуемым Франческо Велардита. Чаккио объединил фехтование монахов, основанное на использовании клинка, ножа и палки с рыцарским фехтованием, которое было внедрено в Калабрии вместе с прибытием Франческо Велардита и рыцарей Ордена Иисуса Христа. Важно отметить, что стиль Франческо Велардита более древний, чем другие, включая стиль Чаккио, который появился позже уже на юге Италии. Исторически этот стиль больше свойственен Неаполю, части Палермо и правой стороне Сицилии – Мессини, Сиракузам, Катании. Итак, мы наблюдаем, что неаполитанский стиль Чаккио состоит из двух линий – монашеской и рыцарской. В обеих линиях есть свои нюансы выполнения технических элементов. На Международном симпозиуме применения метода амальгамы при обучении и совершенствовании навыков в 2018 году, а также в Калабрийской экспедиции того же года, я с моим воспитанником Алексеем Евтушенко, который непосредственно участвовал в опробировании и реставрации стиля, представили серию упражнений, которые позволяют развивать навыки в двух направлениях – монашеском и рыцарском стилях. Ранее на симпозиуме «Тайны преобразования силы памяти» в задуманный результат в 2017 году я подробно привел каждый технический блок полирмитанского стиля фехтования Леонардо Чаккио, который состоит из четырех логических моделей – хищная птица, змея, плащ, еж или кот. Кроме этого, мной был проведен комплексный, сравнительно-сопоставительный анализ фехтовальной модели с моделью памяти и моделью деятельности человека. Это позволило увидеть, как один и тот же принцип срабатывает в фехтовании, в бизнесе и в памяти человека. При этом память здесь – глобальный преобразователь одного в другое. Мысль, слово и действие – одно и то же. Как это выглядит? Если мне надоело говорить, я просто наношу удар противнику. Срабатывает преобразователь в памяти, и уже то, что мог выразить словом, осуществляется посредством физического воздействия на человека. Полиормитанский стиль можно изучать по-разному. По ящикам, по блокам – об этом мы говорили в пятой главе. Сводить между собой и так далее. Я предлагаю вам начать с самого простого способа изучения этого стиля – посредством рабочих процедур. Мы пошагово рассмотрим каждую из моделей и все способы нанесения ударов. Кстати, каждая из логических моделей является также работой на одной из дистанций. Модель первая – хищная птица. Первый эшелон системы. Здесь мы учимся с дальней дистанции входить в атаку. Представьте, что у вас в руках копье. Если противник атакует, вы только защищаетесь, без контратаки. На этом этапе необходимо научиться защите. Блок «Игра с острием» – это основа полирмитанского стиля. Прежде чем приступить к логическим моделям, вам нужно разобраться с тем, как сделать, чтобы в вас не попали. К примеру, противник напротив вас со стилетом и делает выпад вам в грудь. Уйти от такого удара вы можете следующим способом. Назад, влево или вправо под углом 45 градусов к противнику. Вам необходимо уйти приставным шагом в сторону, но ни в коем случае не поворачиваться боком к сопернику. Отработка такого упражнения учит вас тому, что любой уход в сторону позволит сократить дистанцию до противника и осуществить выпад в его сторону. Этот блок относится к модели змея. Но освоение стиля нужно начинать именно с него, а потом переходить к упражнениям, которые описаны далее. Упражнение 1. Пять видов ударов. Всего у человека существует шесть направлений тела. Вперед, назад, вправо, влево, вверх, вниз. Других направлений нет. Соответственно, и вся оборона построена, исходя из возможных атак в шести направлениях. Если противник наносит удар сверху, то, соответственно, вы, уходя с линии атаки, окажетесь сбоку от противника. Также можно переместиться назад, упреждать ударом. Когда защищаемся, у нас есть те же направления движения, что и у противника. Противник может осуществить всего пять ударов, которые существуют. Удар снизу, удар сверху, удар сбоку с правой стороны, удар сбоку с левой стороны, прямой удар. Вам необходимо научиться уходить от каждого из этих ударов. В чем и заключается данное упражнение. Пять видов ударов вы наносите противнику, и пять контратак осуществляете. Именно эти удары противник будет комбинировать между собой в процессе работы против вас, и это будет касаться любого стиля фехтования, потому что может быть меньше пяти видов ударов, а вот больше нет. Это все касается только выпадов, уколов, со стилетом. Мы не рассматриваем в данной логической модели режущие и рубящие удары. Весь принцип нанесения ударов подобен тому, если бы у вас в руках было копье, ведь именно по такому принципу хищная птица бьет свою жертву. Все наши действия на первом этапе изучения стиля идут от обороны. Мы учимся защищать себя от встречного удара. Упражнение 2. Восемь входов в атаку. Это упражнение подводит нас к возможности научиться атаковать с дальней дистанции. Но чтобы осуществить такую атаку, для начала нужно сократить дистанцию и войти в поле противника, то есть дать возможность себе нанести удар. Способов нанесения удара существует всего 8. Вход первый. Удар после предварительного прилипания. Противник на изготовке. Вы на дальней дистанции. Далее вы осуществляете выпад в сторону противника. Противник вынимает клинок для осуществления ответного удара. В этот момент вы делаете следующий выпад и поражаете его. Итак, первый способ атаковать противника – атака после предварительного прилипания. Вход 2. Убираем препятствия. Далее учимся убирать препятствия в атаке с дальней дистанции. Вы двигаетесь на противника, и в этот момент на вас идет встречный удар. Вы его парируете, то есть убираете препятствия, возникшие на пути, и теперь можете свободно бить. Итак, вы учитесь входить в атаку с дальней дистанции. Вход 3. Половина движения. Вы приближаетесь к противнику сбоку, потом делаете резкий шаг к нему, демонстрируя тем самым намерение, сейчас осуществите удар, и в ту же секунду переставляете ноги, перемещаясь еще ближе, и наносите удар. Вы обманываете противника ногами наполовину движения. Вход 4. Замок. Вы как бы провоцируете противника, но делаете это статически. Например, распахнули руки в стороны, подобно тому, как птица раскрывает крылья. Таким способом вы как бы провоцируете противника нанести вам удар. Он и наносит удар, но в эту же секунду вы перехватываете его руку, отводя ее в сторону. Теперь противник перед вами открыт, это называется замок. Далее вы уже можете наносить удар в любую область. Вход 5. Замок с секретом. Это когда вам противник делает замок, но вы знаете о его намерении. Вы делаете вид, что нападаете, потом уворачиваетесь и наносите свой секретный удар. То есть вы заранее знаете то место, куда противник ожидает нанесения вами удара. Именно в эту область вы делаете выпад, а потом применяете секретный ход. Вход 6. Поэтапный вход в противника. Вы и ваш противник заняли позиции. Вы знаете, что он довольно ловок и хорошо владеет клинком. Ближайшая к вам точка для нанесения атаки – рука соперника, выставленная вперед. Вы делаете шаг для осуществления удара в эту точку, противник сразу же убирает руку. А вы продолжаете движение и наносите удар в плечо. Если противник опять уворачивается, вы сближаетесь и наносите удар в корпус. Тем самым поэтапно как бы входите в противника. Вход 7. Метод провокации. Игра дистанции – тоже эффективный прием. Вы играете дистанции перед противником. То есть не идете на сближение с ним, а постоянно меняете расстояние между вами. По сути, кружите вокруг противника. В определенный момент противник делает выпад, а вы используете его действия в свою пользу, перемещаясь, входите в область поражения противника и наносите удар. Своими действиями вы спровоцировали его атаку. Вход 8. Клин. Это когда вы сближаетесь с противником и молниеносным действием заклиниваете его движение. Например, вы заклинили его руку со стилетом, а потом просто забираете свою руку и его же стилетом атакуете. Упражнение 3. Собираем все воедино. Необходимо распределить роли между вами и противником. Предположим, противник будет только защищаться, следовательно, вы атаковать. Выбираете один из восьми способов входа в атаку с дальней дистанции и применяете его. А после этого применяйте один из пяти выпадов. Вся атака ведется только с дальней дистанции. Для глубины понимания логической модели «Хищная птица» советую вам дополнительно изучить трактат Франческо Альфиери «Искусство превосходного владения мечом» 1653 года. Модель 2. Змея. Второй эшелон системы. Упражнение 1. 8 способов контратаки. Второй эшелон работы на дистанции, в котором мы будем иметь дело с восьмью способами контратаки. При изучении этой логической модели вам понадобится нож и стилет. Предположим, сначала у вас в руках стилет, а у вашего противника нож. Потом вы меняетесь. Если при изучении модели «Хищная птица» мы учились входить с дальней дистанции в атаку, то теперь вам нужно научиться контратаковать. Способ 1. Диагональные линии геометрии в контратаке и обороне. Встаньте напротив противника полубоком. Такое положение позволяет вам прочертить диагональную линию через атакующую линию противника. Когда противник начнет атаку, то попадет на вашу диагональную линию. Любой его удар не будет представлять для вас опасности, а вы с легкостью сможете нанести удар. То есть вы контратаковали его удар. Ваше положение относительно противника должно формировать диагональные линии. Идеальным упражнением для понимания этих диагоналей является положение скрещенной руки. Скрестите руки, держа в одной из них стилет. Когда противник вас атакует, вы одной рукой убираете его руку в сторону, а другой наносите удар. Ноги должны быть у вас как можно ближе друг к другу. Не делайте широких размашистых шагов. Представьте, что вы копра, а ее капюшон – это ваши руки. Способ 2. Диагональ вверх. Противник наносит вам удар. В этот момент вы плавно поднимаете руки, уводя удар противника по вертикальной диагонали вверх. Задний ход. Противник собирается наносить вам удар в голову, а вы делаете шаг назад. Так между вами и противником появляется диагональ, и по этой линии вы наносите удар на сближение. При этом двигается у вас только одна нога. Вы делаете только один шаг назад. Контратака из нижнего положения. Противник наносит вам удар. В этот момент вы уходите в сторону и с нижней позиции атакуете. Способ 3. Прямая линия. Противник делает выпад. Вы уходите в сторону и одновременно сокращая дистанцию по кратчайшей траектории, делаете прямой выпад в сторону противника, поражая его. Чем прямее линия, тем быстрее удар, следовательно, тем быстрее поражение противника. Способ 4. Качающееся дерево или колонна. Представьте, что все ваше тело – это колонна, и любой уход в сторону, ноги при этом вместе, подобен вращению колонны. Способ 5. Двойная атака. В данном случае мы задействуем обе руки. В одной стилет или нож, другой можем наносить удары кулаком. Противник осуществляет выпад в вашу сторону. Вы вставляете руку и уводите этот удар в сторону, осуществляя правой рукой выпад. В этот момент противник левой рукой собирается вам нанести удар кулаком. Вы защищаетесь и наносите удар ножом. Принцип заключается в двух атаках и одной контратаке. Способ 6. Вращение рукой. Противник совершает в вашу сторону выпад. Вы выставляете руку с ножом, пропуская его действие мимо себя, поворачиваете рукой и режете противника. Вы учитесь вращать руку. Способ 7. Восьмерка. Ваше действие похоже на то, будто вы вырисовываете восьмерку, обходя руку противника и производя удар в корпус. Способ 8. Испанский вход. Вас атакует противник. В этот момент вы под углом уходите в сторону и сразу производите выпад в ближайшую точку на теле противника. Упражнение 2. Обезоруживание противника. Противник собирается наносить вам удар ножом в лицо. Вы делаете шаг в сторону и наносите удар снизу вверх по руке противника с ножом. Задача – обезоружить, а не убить. Следовательно, ваш удар должен заставить противника выбросить оружие. Вы можете нанести удар в живот, но так, чтобы только ранить и оставить его в живых. Упражнение 3. Обман противника. Это упражнение я еще называю подлым, потому что замысел у меня один, но первые действия совершенно другие. Вы показываете противнику, что будете наносить удар ножом, который у вас в правой руке. Но при сближении вы отражаете выпад, выставляя голую руку без оружия, а после сближаетесь на один шаг, одновременно производя выпад уже с оружием. Вышеописанные упражнения – это все элементы техники второго эшелона змеи. И все это следует учить. 8 блоков контратаки полностью описывают весь бой, который возможен теоретически. Все удары осуществляются руками, ноги не задействуются для нанесения ударов. Для глубины понимания логической модели змея я советую вам изучить венецианский трактат Сальваторо Фабриса «Фехтование или наука оружия, 1606 год». Модель 3. Плащ. Третий эшелон в нашей системе. Когда мы говорим о плаще, следует понимать, что это некая условная позиция между вами и противником. Представьте себе, что вы стоите напротив друг друга, противник берет ваше правое запястье левой рукой. А вы, в свою очередь, делаете то же самое. Разведите руки в стороны и представьте, что между вами находится некая преграда, похожая на плащ. Оба вы находитесь в статическом положении, и ни один из вас не может совершить удар. Я описываю этот принцип только для того, чтобы вы могли сформировать понимание того, что такое плащ в контексте фехтования. Но давайте начнем с упражнений, чтобы понять, как возникает эта модель. Упражнение 1. Клин. Противник левой рукой клинит вашу руку с ножом и пытается нанести вам удар в грудь. Необходимо найти эффективный вариант ухода с линии атаки, чтобы занять положение, из которого вы сможете высвободить свою руку и нанести удар. Упражнение 2. Противник поднял руки, в одной из которых нож, и собирается вас атаковать. В правой руке у вас нож, вы этой рукой клините правую руку противника, в которой тоже нож. В таком положении у противника появляется возможность нанести вам удар рукой, и чтобы этого не произошло, вы перехватываете его руку и затем отбираете нож. Упражнение 3. Ваш противник, взяв нож нормандским обратным хватом, замахивается, чтобы нанести удар сверху. Вы клините его действие и наносите ответный удар, который клинит противник. Задача найти выход из этого положения. Такой, чтобы противник не нанес вам поражающий удар, при этом одной рукой вы парируете, а другой бьете. Это комплексное упражнение, которое включает в себя все технические элементы. Упражнение 4. Противник наносит вам последовательно два удара. Первый удар вы парируете и уходите в сторону. Противник вытаскивает руку и наносит второй удар. Вы опять парируете и уходите в сторону. Следом противник наносит вам удар кулаком, но вы замыкаете обе его руки, получается плащ. Упражнение 5. Изначальная позиция. Вы стоите друг напротив друга с противником. Далее противник, находясь в таком сцепе с вами, наступает, вы же оказываете сопротивление. Вся особенность этого положения в правильно выставленной вперед ноге. На самом деле такое положение двух противников является довольно типичной ситуацией в поединке. Далее вы свою заднюю ногу перемещаете за переднюю ногу противника, переносите весь тело на эту ногу и путем вкручивания выводите его из равновесия. Упражнение 6. Теперь вы делаете все то же самое, как в упражнении 5, но ногу ставите вперед, рядом с передней ногой противника, не забывая о движении руками, будто у вас в руках коромысло, и выводите его из равновесия. Упражнение 7. Принцип точно такой же, как в упражнении 5, но теперь каждый из вас держит нож нормандским хватом и сцепились вы руками над головой. В такой ситуации вы выставленную вперед ногу убираете назад, тем самым высвобождая одну руку, меняя свое положение тела относительно противника, и далее у вас открывается возможность наносить удары. Упражнение 8. Противник выставил нож, вы заходите с дальней дистанции методом прилипания. Далее наносите удар, но противник начинает парировать вашу атаку. Теперь он начинает контратакующий удар, вы парируете его руку с ножом и одновременно ведете контратаку. Оба переходите в положение плаща. Далее вы применяете любое из ранее описанных упражнений, выводите противника из равновесия и добиваете его. В каждом упражнении я представляю вам технические элементы, которые пригодятся в реальном бою. Фактически около 60% схваток завершаются в положении плащ, особенно когда противники оказываются в равных условиях и захватывают друг друга за руки. В такой ситуации знание, что делать, играет ключевую роль. Модель плаща представляет собой статическую ситуацию, где вы застываете в определенной позиции, например, захватываете руку противника, и затем следует контратакующее действие. Для более глубокого понимания логической модели плаща я рекомендую вам изучить трактат венецианского мастера Николета Гиганти «Школа и театр», 1606 год. Модель 4. Морской еж, кот. Вы с противником оказались в положении плащ. Как только произошел разрыв, вы отпустили руку противника, это уже положение кот. Между вами и вашим противником существует некий плащ, и все ваши движения начинаются от плаща. Если вы не преодолели этот барьер и не достигли змеи, остаетесь в положении кот. Если двигаетесь за плащ к спине противника, переходите на модель морской еж. Рассмотрим для примера упражнение реакции на контратаку. Вы начинаете атаку с прямым выпадом в солнечное сплетение, на что противник парирует удар и контратакует. Чтобы справиться с этой ситуацией, вы используете вторую руку, блокируя руку противника с ножом, и одновременно наносите удар. Например, это модель кота. А если вы двигаетесь за спину противника и наносите удар оттуда, это уже будет действие, подобное морскому ежу. Цель данного упражнения состоит в том, чтобы вы научились различать, когда следует действовать как кот, а когда как еж, а также научиться переходить от одной логической модели к другой. Каждое упражнение нацелено на развитие навыков, необходимых для эффективного применения тактики кота и ежа. Для глубины понимания логических моделей кот и еж я бы посоветовала вам изучить следующие книги. «На ножи», «Черная смерть», «Черная логика» и трактат Камилла Агриппа «Трактат о науке оружия с философскими размышлениями», 1553 год. Подытожим описанные модели. Мы с вами при помощи рабочих процедур прошли все четыре эшелона. Хищная птица, змея, плащ, еж и кот. Эти блоки и упреждения являются вариативным фундаментом всей последующей техники. Так как в полирмитанском стиле испанского фехтования много видов оружия, каким бы вы клинком не фехтовали, все будет сводиться к этим четырем эшелонам и 21 блоку системы, которые описаны в пятой главе. У хищной птицы приоритет атака. У змеи – оборона. Поэтому у змеи 8 способов обороны и контратаки, а у птицы, наоборот, существует 8 способов входа в атаку. У птицы все атаки наносятся прямо, у змеи – атаки неожиданные и угловые. Никто ранее не систематизировал полирмитанский стиль таким образом, хотя он, по сути, является венецианским. Эта техника пришла в полирмо из Венеции и была изначально названа «пришедшая с моря» – Доринда. Изначально этот стиль создавался для ведения боя в городских условиях и не подразумевал его использование для решения военных задач. Испанский стиль фехтования отличается от французского, немецкого, итальянского и других школ тем, что в первую очередь мы реагируем ногами на атаку противника. Если не удается уклониться в сторону, тогда активируется работа рук, а затем и ног. Важно научиться следовать этой последовательности. Те, кто когда-либо видел полирмитанский стиль в действии, замечают, что удары выполняются в 2-3 раза быстрее, чем в боксе, даже с учетом использования стилета. Почему так? Расстояние между соперниками короче, что делает и движения более компактными. Для нанесения удара рукой в боксе требуется использовать всю массу тела, но в полирмитанском стиле этого не требуется. Достаточно выполнить выпад, и дело сделано. Скорость ударов в этом стиле в 3 раза превышает скорость в боксе, при этом удары наносятся и двумя руками, и ногами. Единственное отличие состоит в том, что вместо руки в боксерской перчатке или кулака вам приходится встречаться с острым клинком. Люди, занимающиеся боксом и столкнувшиеся с этим стилем, даже не могли представить, что существуют такие потрясающие скорости. А теперь небольшое отступление. Я уже говорил, что система Чакио свойственно больше криминалу, чем военным. Исследование криминальных традиций Юга Италии показало, В Палермо эта субкультура прошла 4 стадии развития. В первом историческом периоде мы имеем дело с обществом справедливости, которое возникло в Палермо продолжением традиции Беати Паули, тайной организации, выступавшей в качестве контрсистемы относительно нарушений чиновников и обнаглевших дворян, при этом защищавшей простых людей. Упоминается описание их внешнего вида. Черные балахоны с капюшоном, которые больше напоминали монашеское деяние. Изучив множество книг и статей о Беати Паули, очень сложно не узнать в них монахов ордена францисканцев. При этом стиль Чакио состоит из двух линий – монашеской и рыцарской. Беати Паули – не просто монахи, которые ходят в церковь и слушают грешников в исповедальне. Они грехи отпускают не словом, а клинком. Это справедливые люди ордена мстителей, которых сами сицилийцы называют людьми чести. Легенда гласит, что загадочное общество Беати Паули было основано в XII веке в Палермо. Создали его 10 молодых аристократов, которые поклялись бороться с любыми формами произвола церкви и государства. По мнению маркиза Вилла Бьянко, историка из Палермо, жившего в XVIII-XIX веках, Беати Паули действительно были обществом убийц, которые тайно и строго после полуночи собирались в подземных склепах, чтобы спланировать стратегию мести посредством своего рода суда, карательного органа. Говорят, что даже сегодня, в XXI веке, подвергаясь какому-либо оскорблению или понеся потерю, на что они не могут жаловаться суду, сицилийцы нередко восклицают. Ах, если бы Беати Паули еще существовали! Фактически, феномен Беати Паули подразумевает, что мы имеем дело с наемными убийцами. Кстати, именно руками Леонардо Чакио было организовано убийство французского короля, описанное более подробно в книге «Мина замедленного действия». Кроме того, Чакио является одним из первых основателей преступной организации, известной сегодня как Камора. Описание механизма остановления этой структуры дается в книге «Мой бог» Франческо Велардита. Со временем система Леонардо Чакио прошла достаточно серьезную трансформацию, а также оставила след на других землях, преобразовавшись и обретя новый облик. Например, в южной части Африки она нашла свое воплощение в цифровых бандитских группировках. Все новое – хорошо забытое старое. Не зря говорят «все новое» – это хорошо забытое старое. Вспомните, как Мухаммед Али говорил «порхать, как бабочка, и жалить, как оса». Именно эта концепция легла в основу его тактики боя. Множество укусов осы делали свое дело и позволяли ему оставаться неуязвимым. То есть это серия ударов. Али, действуя таким образом, обеспечивал себе условно скажем высокую живучесть. Но нокаутирующего удара при такой системе нанести не мог. Эта боксерская система берет свое начало из неаполитанского стиля. Как раз система из нескольких ударов – это стиль Леонардо Чакио, где две противоположные модели боя, представленные рыцарем и монахом, сливаются воедино. Монах по своей сути безоружен, и его главная цель – обеспечить безопасность, в то время как рыцарь вооружен и стремится к победе. Объединяя эти два качества, боец добивается безопасной победы. Его цель – не дать противнику одержать победу, при этом наносить серию ударов, чтобы превзойти его. Несколько лет назад мы начинали работу над книгой «Неуязвимая тень», которая продолжает серию трудов о феномене легендарного тренера Касса Дамата. Книга является альтернативой труда «Бескомпромиссный маятник». В рамках этой работы я побеседовал с американским боксером-профессионалом Роем Джонсоном-младшим и менеджером Мухаммеда Али Джином Киллроем. Изучая поединки Роя Джонса в поиске ответов на множество своих вопросов, я обнаружил определенные сходства его стиля с довольно древним и забытым направлением неаполитанского фехтования, известным как стиль маэстро Леонардо Чакио. После проведения сравнительного анализа я пришел к поразительному выводу. Мои наблюдения подтвердились. Прослеживается четкая историческая линия, корни которой тянутся с юга Италии, начиная со средних веков и вплоть до 21 века. За все это время практически не сохранилось документов о стиле маэстро Чакио. Тем не менее, на юге Италии и по сей день можно встретить отголоски этого стиля. Например, в лице маэстро Рафаэля Эрмино, маэстро фехтования с сицилийским бастоном, возглавляющего собственную авторскую школу. В нашей беседе Рой Джонс говорил, «Самое главное в моем стиле – это ноги. Важно, чтобы постоянно не был один и тот же ритм. Иногда нужно двигаться быстрее, а иногда медленнее. Ноги позволяют мне двигаться, когда нужно быть особенно яростным, то есть ритм не должен быть один и тот же». Обратите внимание на то, что какую бы модель в стиле Чакио ни взяли, там первостепенно задействуются ноги. Именно ногами мы регулируем дистанцию и скорость, ритм движения, работы с противником. В одном из интервью Рой Джонс рассказывал о некоторых элементах своего стиля и объяснял несколько принципов того, как он ведет бой. «Выпад – это движение боевого петуха. Я использую движение боевого петуха, я должен двигаться вперед. Мой соперник располагается напротив меня, и он копирует меня. Разница в том, что я знаю, что делаю, а мой противник нет. Я проделываю выпад боевого петуха, и противник падает на ринг». Хочу обратить ваше внимание на идентичность технических элементов. Боевой петух – стиле Роя Джонса и маэстро Эрмина, и на тот факт, что обе системы имеют один корень, идущий от Леонарда Чакио. Мы ранее с вами говорили о логической модели «хищная птица». Маэстро Эрмина и Рою Джонсу известны лишь осколки этой системы. Многие сталкиваются с трудностями, пытаясь воссоздать уже созданное много веков назад, но не могут воплотить это в жизнь. Требования стиля понятны, однако никто не брался разрешить эту задачу и сформировать его цельную конструкцию. Если система изначально непонятна, неполна, что-то не учтено или неясны логические модели стиля, вы будете бегать из угла в угол, пытаясь устранить замечания всю оставшуюся жизнь. Но даже если устранить все эти замечания, собрать систему все равно не удастся. Такова участь большинства боксеров, следующих путем от частности к общему. Однако стоит отметить, что был человек, сумевший постичь весь стиль. Это Казда Мата. Те, кто полностью владел этой системой, такие как Казда Мата, сегодня уже ушли из этого мира. Вместе с ними ушла и система, что означает, что теперь некому рассказывать о ней. Таким образом, остались лишь отдельные фрагменты, но полноценной системы нет. Тот, кто смог восстановить эту систему бокса, наиболее полно исправляя свои ошибки и поражения, считается победителем. Нокаутирующий удар или модель топора. Вспоминая нашу беседу со Стивом Лотом, основателем и президентом зала боксерской славы в Лас-Вегасе, друга Каза Дамата. Я так могу сказать. Было весьма непросто поначалу построить объяснение системы, поскольку с его точки зрения все боксеры делятся только на две категории. Боксер обладает нокаутирующим ударом, и боксер не обладает нокаутирующим ударом. Казалось бы, простая классификация, не так ли? Однако меня она натолкнула на глубокие размышления. Собственно, по этой причине я и продолжил дальнейший разговор, но уже на тему психофизиологии. Дело в том, что разная психофизиология бойцов диктует разность тактики, а разность тактики определяет разность технических элементов. В ходе живого обсуждения мы выяснили, что даже такие известные боксеры, как Мухаммед Али и Рой Джонс, не обладали нокаутирующим ударом. Однако для нокаутирования противника требуется одно или несколько конкретных действий в зависимости от стиля боя. И мы со Стивом Лотом пришли к выводу, что модель с топором является наиболее наглядным примером для объяснения и общего понимания того, как выглядит нокаутирующий удар. Возьмем, например, способ раскола полена. Нам нужно взять топор, правильно расположить ноги, убедиться в том, что мы устойчивы, и только тогда нанести удар. Модель 1. Человек с топором в правильной стойке стоит так, чтобы нанести один удар и поразить противника. Эта модель позволяет нам сделать следующий вывод. Без специальной системы безопасности такой удар противнику не нанести. Дело в том, что в этом положении вы замираете, становитесь в точку опоры, а ваш противник может быть весьма динамичен. Поэтому нужна система безопасности, при которой вы сможете наносить удар, а вас атаковать не смогут. Модель 2. Перемещение, бег с топором вокруг противника. Данная модель демонстрирует следующее. В таком случае вы будете недостижимы для противника, но при этом не сможете нанести один удар. Вам придется ударить несколько раз для того, чтобы поразить противника. Попасть в движущуюся мишень сложно, но при этом нанести удар противнику также сложно. Первая модель описывает нокаутирующий удар, однако стоит отметить, что без необходимых знаний, предварительной подготовки и системы безопасности боксер подвергает себя опасности, стремясь нанести подобные удары. Вторая модель предполагает серию ударов. Боец, действующий таким образом, обеспечивает себе, можно сказать, высокую живучесть, но при такой стратегии нокаутирующий удар нанести сложнее. Каждый боец, когда-либо пришедший в бокс, выбирал ту или иную концепцию подхода к тактике боя. Это обусловлено тем, что обе системы имеют свое происхождение в неполитанском стиле. Первая нокаутирующая система – это система Франческо Вилардита, направленная на победу в один удар. Вторая система из нескольких ударов – это система Леонардо Чайкио, где два персонажа – рыцарь и монах, или точнее их две разные модели боя, словно соединяются вместе. Как уже сказано ранее, монах по определению безоружен, поэтому для него главное – безопасность, а вооруженный рыцарь стремится к победе. Совмещая эти качества, получаем безопасную победу. Нам необходимо не дать противнику одержать победу, но при этом нанести серию ударов, чтобы поразить его. Здесь мы имеем дело со сбалансированной системой. У Мухаммеда Али и Роя Джонса такая стойка, которая позволяет наносить удары как левой, так и правой рукой в определенной плоскости. Эта концепция характерна для таких фехтовальщиков и бойцов из разных эпох и воинских искусств, как Джузеппе Марсиката Половичини, Нила Знобешин и Брюс Ли. Давайте повторим знаменитые слова Мухаммеда Али «Порхать как бабочка и жалить как оса». Обратите внимание на высказывания Роя Джонса-младшего «Бей и не давай бить себя. Атакуй, если твой противник находится в оборонительной позиции, манипулируй им так, чтобы он не мог манипулировать тобой». Их стиль требует от бойца титанического терпения, аналогично тому, как у рыбаков, готовых долго ждать и, наконец, получить результат. Мастерство и терпение играют здесь решающую роль. Рыбаки – это подход Леонарда Чакио, Роя Джонса и Мухаммеда Али. В их понимании, противник подобен рыбе, которую они ловят. Кстати, в бизнесе также можно выделить два типа людей – охотников и рыбаков. Для того, чтобы поймать рыбу, необходимо знать, где ее можно найти, какую приманку использовать и так далее. Охотник же нуждается в других знаниях. Где зверь обычно обитает, куда он направляется на водопой и тому подобное. Стиль Виллардита трансцендентен, или, иначе говоря, он паранормален. Этот стиль, конечно, всем нравится, особенно зрителям. Но он требует энциклопедических знаний. Майк Тайсон, например, сутками смотрел бои, сутками слушал лекции и консультации Каса Дамата, проводил титаническую работу в спортзале и над собой. Не было жизни у Майка вне этого стиля. Этот стиль требует полнейшей самоотдачи, чего не требует стиль Чакио. Стиль Виллардита не для людей, которые готовы идти, есть мороженое и гулять вместо того, чтобы заниматься наукой. Знания порождают умения. Мы ретрансформируем знания в действия, и для этого нужно разбираться в предмете до глубины. У человека должна быть невероятная бесконечная жажда этим заниматься. Паранормальность таковой системы обоснована глубинностью понимания гипноза. Стиль принципиально аналогичен сеансу гипноза. Как это возможно? Об этом говорилось в предыдущих исследованиях, и книга «Барометр поединка» подробно объясняет наличие в боксе гипноза. Стиль Чакио – это конструирование системы боя на ходу, при котором модули, блоки технических элементов, заранее разработаны. И задача тренировки состоит в том, чтобы создать модули, обеспечивающие победу в любом поединке. Этот стиль сочетает знания, созданные монахами и рыцарями одновременно. Он требует тщательного отбора элементов сердечника, терпения, интуицию, чувства момента, четкую работу ног и координацию. В отличие от стиля Велардита, этот стиль требует не обширных знаний, а точных и расчетливых действий, что делает его более доступным для обучения. Мы могли бы описать этот стиль следующим способом. Я вижу, какую тактику выбрать в бою. Я знаю, что и как делать. Я превращаю свою слабость в силу. Я осознаю, как победить противника, используя тактические преимущества. В этой системе также существуют три важных фактора, которые необходимо учитывать во время боя. Первое. Безопасность играет ключевую роль. Вы должны оставаться недосягаемым для противника. Второе. Скорость играет краеугольную роль. Вы должны всегда опережать противника. Третье. Умение видеть момент, когда нужно наносить серию ударов и атаковать беспомощного противника. Каждому возрасту свой стиль. Когда мы говорим о стиле Чакио, несомненно, он ретрансформировался за многие века, и последним великим бойцом этого стиля остается Рой Джонс. Возможно, сегодня существуют и другие боксеры, которые следуют этому стилю, но они не достигли такой же известности. Во время моего интервью с Джином Киллроем он отметил, что существует два основных стиля в боксе. Один из них ассоциируется с Майком Тайсоном, а другой с Мухаммедом Али. Все остальные из мира бокса стараются примкнуть к тому или иному стилю. Что еще очень важно отметить. Чем старше человек, тем тяжелее для него фехтовать в стиле Вилардита, так как для этого требуются большие физические затраты. Конечно, Кас Даматой в 60 лет выходил на ринг и показывал всем то, как необходимо наносить удары противнику. Но опять-таки, функционально уже нет той энергии и молниеносности, которая была в юности. Тайсон стал чемпионом мира в тяжелом весе в 20 лет. Стиль Вилардита именно для таких юных личностей, для 20-летних парней, в которых много прыти. Этот стиль позволяет заложить превосходный фундамент в юности для развития фехтовальщика в будущем. После 25 лет я бы советовал уже приступать к изучению стиля Чакио и заниматься им где-то до 32 лет. Почему? Потому что в 25 человек становится менее функциональным. Да, все еще молод и юн, но даже если проанализировать любой профессиональный спорт, в особенности легкую атлетику, то вы увидите, что к 25 годам уже многие начинают завершать свою карьеру. А 32 года – это уже потолок, практически предел для спортсмена. Были, конечно, феномены, которые и в 40 лет состояли в сборной мира, но это все исключение из правил, которые и здесь подтверждают правила. Большинство людей к 25 уже не обладают теми характеристиками, которыми обладали в 16-20 лет. Поэтому здесь стиль Чакио идеально встраивается надстройкой в стиль Вилардита. Два стиля как бы смешиваются между собой, образуя своеобразный микс. При этом вы себе четко даете отчет в том, когда вы фехтуете в стиле Вилардита, а когда вы используете стиль Чакио. Большинство противников проигрывает не потому, что они хуже фехтуют или боксируют, а из-за определенных факторов. И один из основных – это фактор неожиданности. Вся система Чакио построена на управлении дистанциями, на встречных ударах и на ударах встречных неожиданных. Если вы внимательно изучите все поединки Роя, то заметите, что ему даже не нужно, чтобы удар был встречный. Противник просто идет на него, делает полшага и получает в этот момент неожиданный удар на встречу и нокаут. Али работал на ринке точно так же. Да, в их стиле нет столько зрелищности, сколько у Майка Тайсона, потому что техника ведения боя другая. Но прилетающий из ниоткуда удар ошарашивает противника. А теперь представьте себе. Эти два стиля смешиваются между собой. Стиль Чакио вместе со стилем Велардита. У противника возникает очень неприятная ситуация, потому что для него каждый ваш технический элемент – неожиданность. Он не знает, в каком стиле будет ваше следующее движение. Если же в поединке схлестнутся противники разных систем, один с системой Чакио, а второй с Велардита, то исход боя будет аналогичен исторической встрече Палавичини и Велардита. Когда Велардита младше в свои 25 лет перевернул знаменитого маэстро Джузеппе Марсиката Палавичини в Палермо, после чего тот был вынужден с позором бежать в Рим и организовать там римскую школу фехтования. Система Леонардо Чакио оставалась криминальной, превратившись в полирмитанский криминальный стиль. Реверсная система, научив человека правильному выбору в различных ситуациях, акцентирует внимание на эффективности и предотвращает ошибки, предоставляя технические элементы, приводящие к победе. Большинство людей в мире – это рыбаки, ловящие рыбу. Охотники составляют очень малый процент населения. Маэстро, подобные Антонио Матео, Джоко Малакуова, Никола Таракузо и Вентури, составляют всего 1% истинных маэстро клинка. Хотя таких примеров в мировой истории немного, каждая из них – выдающаяся и впечатляющая личность. Как и по сей день, великим боксером считают Майка Тайсона, при этом королем ринга навсегда остается Мухаммед Али. Впрочем, каждая из этих систем имеет свои плюсы и минусы. Только синтез всех трех систем создает некую комплексность, но для этого необходимо пройти через все три системы. Что, как вы понимаете, требует времени. Однако в итоге вы сможете выбирать подходящую систему для себя. Нельзя просто сменить одну систему на другую и ожидать положительных результатов. Коротко я описал бы каждый из стилей так. Система Матео формирует звезд. Система Вилардита создает лидеров этого мира. Система Чакио развивает успешных бизнесменов. По сути, человек сам решает, как жить. Все стили переплетены между собой, и каждый из них по-своему решает задачи ликвидации ущербности и формирования характера победителя. Это как три пути, переплетающихся в сознании человека. Три тактики работы с человеческой ущербностью. Стиль, в котором вы фехтуете, – это отражение психики человека. Если вы можете переключаться с одного сердечника на другой, менять стиль и фехтование во время поединка, это также говорит об очень здоровой психике. Сноски. Первое. Орден францисканцев. Согласно официальной версии, он был создан святым франциском Асисским в далеком 1209 году близ итальянского города Спалета как монашеский нищенствующий орден. Традиционно монахи-францисканцы носят темно-коричневую монашескую рясу, перевязанную веревкой с тремя узлами. Три узла символизируют три обета святого Франциска – бедность, целомудрие, послушание. На самом деле никаких достоверных биографических данных о Франциске Асисском историками найти не удалось. Все описания являются легендами, созданными представителями католической церкви и народным фольклором. Но существует и другая версия возникновения ордена францисканцев. В ходе одной из научных экспедиций в Венецию академиком Олегом Мальцевым была выдвинута гипотеза о том, что Венеция – это колыбель всех орденов. Первый орден францисканцев был создан непосредственно в Венеции. Именно там францисканцы создают рыцарский орден Архангела Михаила, который впоследствии станет орденом тамплиеров. Структура ордена францисканцев имеет пять линий и выглядит следующим образом. Первая линия – Святые. Вторая – Объятие Паули. Третья линия – Капуцины или Раскаившиеся Пираты. Четвертая линия – Женский орден Святой Клары. Пятая линия – Третий орден Мирян – Гражданская Ветвь. «Францисканцев на 건� affiliated concentrating с АП»